Утро от первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили рвет у сколы поезды. Мы запринят, уезжаем. Днем примерно в половину третьего авария произошла на пересечении улиц Дулати и Турикулова. Здесь столкнулись два джипа Mitsubishi Outlander и Volkswagen Touareg и легковой Volkswagen Golf. Как рассказал водитель седана, он ехал по улице Турикулова по направлению Казыбек-Би. Mitsubishi по этой же дороге ему навстречу, а Volkswagen Touareg по улице Дулати направляясь к желтоксан. Авария произошла в центре перекрестка, когда девушка, управлявшая Туарегом, сделала неожиданный маневр. Я ехал по Турикулова на зеленый свет. Когда переезжал перекресток, слева от меня на него выехал Volkswagen Touareg. Женщина, которая сидела за рулем, вдруг стала разворачиваться на дороге и ударила мою машину. Я пытался уйти от удара, но не смог и зацепил Mitsubishi, которая шла мне навстречу. Парень-девушка, которые сидели в Volkswagen, не пообещали возместить ущерб. Водители пассажир джипа Volkswagen Touareg к сложившейся ситуации отнеслись философски. Вскоре на место аварии приехали сотрудники ДПП, которые начертили схему происшествия и сейчас выясняют степень вины водителей в этом ДТП. В полночь примерно в 22.30 с просьбой о помощи к полицейским обратился. 22-летний житель микрорайона Нурсан. Он рассказал, что возвращаясь домой с вокзала Бегжан, остановил такси-автомашину ВАЗ-2170, в которой ехали трое молодых людей. Но до дома доехать не удалось. Парни, ехавшие в машине, вывезли его за город, избили и попытались ограбить. Не добившись ничего ценного, они оставили потерпевшего на дороге, а сами уехали. Но пострадавший запомнил номер автомашины, о чем и сообщил блюстителям порядка. Полицейские объявили план перехвата на площади Ордобасы, обнаружили и задержали всех участников нападения 1989, 1990 и 1992 годов рождения. Потерпевший всех их опознал, но несмотря на это, свою вину они признавать не спешили. Для дальнейшего разбирательства полицейские доставили подозреваемых из заявителя в Абайский отдел полиции. Сейчас по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Полицейские также решают, какую меру пресечения они изберут задержанным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в два часа ночи полицейских вызвали жителей улицы Гагарина. Они сообщили, что возле дороги лежит человек без признаков жизни. Приехавшие на место вызова сотрудники полиции действительно обнаружили мужчину лет 55. Но он был жив и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прибытие полицейских его особо сильно не расстроило. И когда они пытались усадить его в машину, всего лишь попросил разрешить позвонить жене. Можно я позвоню жене и скажу, что сейчас приеду домой на такси? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но полицейские доставили мужчину в медицинский вытрезвитель, где он пробыл до утра. Как сказали врачи, мужчине повезло, что его обнаружили прохожие. В противном случае до утра он мог погибнуть от переохлаждения. Вечером в 22.35 сообщение возгораний поступило на пульт 101 города Туркестана. Звонившие сообщили, что на улице Ахумбабаева в селе Старый Кан в одном из частных домов разгорелся пожар. На место происшествия выехали две бригады и 8 человек личного состава. По прибытию пожарные обнаружили, что возгорание произошло во времянке частного двора. Его площадь составила 40 квадратных метров. На локализацию пламени борцам с огнем потребовалось 40 минут. А еще через 22 минуты пожар был полностью потушен. В этом происшествии никто не пострадал. Сумму ущерба и причины пожара сейчас выясняют дознаватели управления ПЧС города Туркестан. Продолжение следует...